ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВА На саммите Восточное партнерство за столом переговоров встречаются Евросоюз и бывшие страны Советского Союза. Изначально предполагалось, что ЕС будут подталкивать эти государства к интеграции с ним. На этот раз главной темой встречи стала ситуация на Украине. Впрочем, ряд важных лиц, чье отсутствие нельзя не заметить, не будут принимать участие в обсуждении. Это председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. Также не будет высокопоставленных представителей так называемой «старой Европы» – Великобритании, Германии и Франции. Складывается впечатление, что они постарались дистанцироваться от этого саммита, созданного специально, чтобы привлечь представителей ЕС. Среди прочих вопросов здесь, скорее всего, будут обсуждаться возможные пакеты финансовой помощи Киеву. Недавно США предложили 15 миллионов долларов. Этого, конечно, недостаточно. Также ЕС изначально предлагал Украине 30 миллиардов евро, однако пока Киев получил только 1 миллиард от обещанной суммы. Кроме того, наблюдается некое нежелание расширять границы ЕС, например, со стороны Германии. Недавно состоялся съезд немецкой партии «Христианский социалистический союз», который входит в блок правящей партии канцлера Ангела Меркель «Христианский демократический союз». И там было заявлено, что партия поддерживает сотрудничество с Украиной, но выступает против ее членства в ЕС. Мы уже наблюдали подобное настроение в конце 2013 года, когда обсуждался договор о сотрудничестве Украины с ЕС. Европейцы говорили, мы хотим вести бизнес с этой страной, но европейским гражданам слишком дорого обойдется членство Украины в ЕС.